Итак, здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова, как всегда, Савельф Анатолий и его канал, и, конечно же, его любимые красноухие черепашки. Сегодня я вам расскажу, любителям черепах и моим подписчикам, расскажу, как ухаживать за черепахами во время плодоношения, то есть беременности. Этот период наиболее важен и наиболее редок в жизни черепах и в жизни людей, для тех, кто разводит их. Вот, в принципе, мои черепашки, мальчик и девочка, Рафаэль и Микаэлла, вот она моя хорошая. Этот период очень важен для черепах. Ну и первый ингредиент, который важен, это, конечно же, витамин Е, растение. Вот у меня листья одуванчика, правда, немного подсохли, я их вчера сорвал, но они еще имеют свои соки, давайте-ка кинем. У меня и самец очень любит их. И вот, обязательно нужно давать самке. Он благотворно влияет на репродукцию функции. Можете давать раз в день. Самое наиболее, это раз в день. Вот у меня самец любит очень хорошо растения. А самка, сейчас что-то она плохо ест, ей все равно нужно разнообразную пищу давать, хоть даже она будет отказываться. Так, черепахи очень активны в еде. Но когда она задумывается о том, чтобы завести себе детенышей, она будет очень редко есть, будет отказываться от еды. Ей будет много чего не нравится. И, в общем, первые две недели она будет хорошо есть после спаривания. А потом уже перед откладкой она уже будет плохо есть. Так что ей можно разнообразную пищу давать, как от мяса до рыбы. Ну, только не жирное, желательно, не жирное мясо. Ну, так вот, витамин Е. Конечно же, самое первое, листья дуванчика. Очень хорошо давать вот такие вот дольки этого, как бы, моркови. Вот такие вот небольшие, лишь бы она схватила и пожевала. Вот, небольшие дольки моркови. И, конечно же, капуста. Листья капустные. Можно белокочанные, можно... Ну, можно... Любая капуста им подойдет, в принципе. Второй самый главный продукт в жизни черепах, чтобы не развивался рахит и чтобы был достаток кальция, это, конечно же, кальций. Вот. Если его не хватает черепахи, у нее развивается рахит. Но об этом я рассказывал в других видео. Ну, давайте о самом главном. Самый период в жизни черепах, который... Особенно самкам, который очень нужен им. Это когда они вынашивают потомство. Из чего же, думаете, развивается яйцо у черепахи, да и у всех, ну, животных, которые откладывают яйца? Конечно же, это из кальция. Ей он необходим в этот период. Даже с избытком ей он необходим. Потому что ей нужно, чтобы формировалось яйцо. Вот. И нужно побольше. А то они будут жировыми, если ей не будет хватать кальция. Жировыми. Ничего у вас не получится. В качестве кальция вы можете употребить... Самый первый продукт это, конечно же, мел или сепию. Остатки от каракатицы. Ну, в моем случае я даю мел. Если ей будет не хватать мел, она, конечно же, будет подплывать. И кусать его. Давайте-ка ей дадим, попробуем. Может быть, не откажется. Вчера она у меня хорошо его ела. Сегодня я просто давал ей его. Поэтому она уже как-то с нехотью. Вот. Самца нужно отсаживать, либо отделять. Ну, давайте ей положим. Пускай она там погрызет. Если что, потом в аквариум можно положить. Вот. Самца нужно отделять, чтобы он меньше ел пищи. Наиболее нужно пищи есть, конечно же, вы меня понимаете, самки. Давайте перейдем ко второму продукту. Второй продукт это у нас шкарлупа от яиц. В моем случае это шкарлупа куриная от куриных яиц. Можете как от вареных, так и не от вареных отламывать. Давайте-ка отломим немножечко. Можно крошить в крупу и добавлять в воду, чтобы они пили воду с этим перемолванным кальцием. Вот таким вот. Либо давать так. Они вообще у меня любят так. Даже самец безотказный от этого. Сегодня что-то у меня самочка не в духе. Ой, Микаэлла моя. На. Ну-ка, может быть, схватит. Чего-то она правда сегодня не в духе. Правда, никогда так и не было. Вроде всегда ела шкарлупу. Ну ничего. И сейчас у меня просто времени нету ей предлагать. О, самец так и хочет скушать лакомый кусочек. Он тоже любит кальция есть. Вот. Ну, вы меня понимаете, сейчас у меня времени нету ее заставлять кушать. А вы меня понимаете, вам придется черепаховедам, конечно же, предлагать ей обязательно. Ну, если она никак ни в какую не хочет брать, то, конечно же, не надо так завязывать. Но вы меня понимаете, в общем. Вот, это у нас кальций. Во время плодоношения черепахам нужно обеспечить обязательно световой день, продолжительность светового дня, чтобы прогревался. Это у нас лампа накаливания и ультрафиолетовое излучение. Вот, обязательно. Ну, желательно берите лампы из качественной фирмы, неподдельные, которые, наоборот, вредят. Вот. Желаю вам лучшего найти. Вот. Ну, и, конечно же, самое главное в этом деле, это, конечно же, завести емкость. Подумать, задуматься о емкости, где будут храниться яйца. Это тема следующего видео, поэтому в этом видео я вам не буду про него рассказывать. Ну, а так, я еще использую корм специальный. Корм дополнения. Его, конечно, не обязательно, но для дополнительного кальция я его использую. Давайте-ка достанем саму коробочку. Я вам покажу. Я уже привязался к фирме тортилом. Вот, именно с кальцием я сейчас беру. Наиболее эффективно моей самочке. Давайте-ка кинем им пару гранулков. Пускай кушают. Поедят. Они очень любят этот корм, конечно же. Вот. Самое наиболее главное, это, главное, поесть самочки. И это главное. Кальций, все. Что-то она у меня сегодня прям правда какая-то не в духе. Прям капитально. Даже на корм не глядит. Вот это да. Вот это да. Она наиболее беспокойная, наиболее становится вот в этот период. Вот это да. Я ей сегодня столько предлагаю, и она отказывается. Ну, что ж, наступил детородный возраст. Скоро нашей самочке предстоит заводить, конечно же, детей. Ну, и что вам еще можно сказать? Нужно, чтобы было в аквариуме наиболее хорошая температура, пригодные условия. Самое главное, не тревожить, не издавать резких звуков, не включать музыку сильную. Да и вообще, не надо тревожить черепах во время этот период. Самке нужна тишина, спокойствие. И самые, наиболее, самые благоприятные условия. Ну, обо всем я сказал. Осталось сказать то, что очень полезно в этот период черепахам давать насекомых. В моем случае это жуки. Конечно же, даете жуков. Ой, какие цепки майские. О, один даже полетел. Ладно, даем нашим черепашкам. И самке наиболее очень полезно есть жуков в этот период. Вот. Они очень питательны, особенно дождевые черви. И просто так им они очень незаменимы. И так им очень нужно вот этих вот жуков. И скормили мы жуков всех черепахи нашей Микаэли. Пускай кушает, пускай набирается всех витаминчиков для того, чтобы завести потомство. Если же, вот я хотел добавить за песочницу. Если у вас нет песочницы для яиц, нету благоприятных условий, она может держать яйца в себе до трех лет. А потом они выбрасываются. Чаще всего в воду. Если в воду, то из воды их надо тут же извлекать, потому что через сейчас они погибают. Поэтому я желаю, чтобы такого у вас не было. Конечно же ставьте емкость с песочницей. Желаю вам всего хорошего. Самый хороший наполнитель для песочницы, это конечно же грунт или песок смешанный с землей. В моем случае это конечно же песок, но это тема следующего ролика. Ну и дорогие телезрители, ставьте класс большой, подписываемся на канал. Всем до скорых встреч, если вам было интересное видео, задавайте мне вопросы, я вам на все отвечу. А в следующем видео у нас будет тема, это конечно же песочница. Всем до скорых встреч от моей черепашечки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!